Телевидение это могучая сила. Телевидение становится еще более могучей силой, когда оно находится в профессиональных руках. Профессиональный коллектив телекомпании ТЕРА за последние два года показал, что дециметровые каналы смотрятся даже лучше, чем метровые. Ну, согласитесь, все жители города Магнитогорска. И это не какое-то там кабельное телевидение, которое ведет себя недостойным образом. Это Ногайбакский район, это Башкирия, это Агаповка. И да, жители села тоже имеют возможность сейчас жить благодаря Магнитогорску, естественно, не хуже. И, естественно, только телевидение может донести вам и показать ту информацию, где вы можете реально сэкономить и купить то, за что раньше вы плюсом выкладывали 12-13, может быть, даже 20 тысяч рублей. Это мы про мебель говорим. Про ту самую, хорошо продаваемую. И обратите внимание, понедельник, будний день, какая потрясающая активность. Да, зеленый рынок, это пересечение вокзальной советской, это сегодня, наверное, тот самый народный супермаркет. И раз мы помогаем продавать мебель, то даже вот этим сюжетом мы стимулируем здесь активность. Ну, а если кто захочет так же стартануть, как стартовала фирма, располагающаяся на улице автомобилистов 16А, приглашаем к сотрудничеству. Мой жесткий накат на банке вполне объясним. Честно говоря, надоело платить бешеные, процентные. И моя супруга тоже задавала мне вопросы, когда будет новая мебель? Вот теперь я могу сказать, что она будет скоро. Потому что я теперь понял, что за все то, за что раньше мне бы хотелось заплатить порядка 100 тысяч, реально можно купить, в принципе, и за 50 тысяч рублей. Но цена в два раза, согласитесь. Почему такое возможно? Ну, это особенность города Магнитогорска. Только начинает хорошо развиваться бизнес, тем в управлять аренду. Еще, еще другая особенность города Магнитогорска была. Нам часто всовывали и запаривали то, что реально стоит совершенно других денег. Ну да, Икея у нас не появится, но на улице автомобилистов 16А появилось место, где вы можете по цене мебели Икея, такой дешевый, купить все то же самое. Произведенное в России, но это лучшие европейские образцы. Как проехать, вот я вам так уже показал. Улица автомобилистов, вот 18, красный бокс такой. И вот сюда немножко заворачиваем и приехали. Ну, кстати, есть возможность проехать сюда и попроще, чем с улицы автомобилистов. Луковская заправка кончается, сразу поворот налево, до газовой заправки не доезжая. Будет надпись «Рынок Северный», там, ну, в общем-то, до упора доедете здесь, не махнетесь. С дороги все это видно. Ну и вот здесь та самая дешевая мебель. Вы когда-нибудь сидели на диване в 5-10 тысяч долларов? Да не делайте круглые глаза. Было такое время, когда новые русские, как правило, жены новых русских покупали офисную мебель. Ну вот, когда во всем мире все это, оказывается, стоит в разы дешевле. Ну, естественно, та мебель новых русских сейчас не имеет с новой мебелью ничего общего. Вот, шикарный диван, сложно объяснить, сложно передать. Но обязательно сюда приедем. Два варианта. Мальта и Аврора. Примерно по одинаковой цене. Вот есть такие беспособы у них и есть вот. Помните, я говорил про качество? Так вот, все. В моде металлические конструкции. И это уже не диван. Это место, где вы можете отдыхать. Ну, полноценно отдыхать. Из-за чего мне, собственно говоря, особо сердце радуется. Ну, наконец-таки у нас появились квартиры. И не только в Ленинском районе. С комнатами по 20 квадратных метров. Они немножко неказистые. Ну, вот такой способ решения жилищной проблемы. Не так давно был выбран для строительства. И, естественно, вот там маленькие такие небольшие диванчики. Вот такие здоровые. Что касается материала. Абсолютно легкая подушка. Как она пружинит? Ну, то есть, вот я хочу вот так вот извернуться. Я извернусь. Есть о чем задуматься. This is the price. Ну, то есть, цена. Вот я вам сто процентов говорю. Что-нибудь подобное вы найдете. Может быть, где-нибудь. Но на 12-13 тысяч дешевле. Простите, прошу прощения, дороже. Что это я? Вот здесь же вопросы. Не вкладывается бешеная арендная плата. Лучше чуть-чуть денежку на телевидение отдать. Возможность такая есть. И все. И шикарно торговать. А теперь подумайте. Третий месяц. И все новинки, новинки, новинки. А? Как оно? Работает. Правила. Дешевая цена и комфортные условия покупки. Предмет особой гордости. Не скажу, как меня называют. Вот. У меня есть такое погонялого. Вот. Челси. Нет у меня, к сожалению, футбольного клуба. А вот мебель Челси я бы себе приобрел. Это очень все сложно говорить. Тем более, вот это комплектик, да? Помните, я Пуф-Пуф в прошлый раз говорил? Таких комплектов, европейских комплектов, распродали уже штук пять. Ну, как это все выглядит? Давайте попробуем. Вот это Пуф. Да? Понятно, как разбирается. Трансформация, железный каркас. Так. Упс. Подушечка. Понятно, здесь двуспалка. Ну, и здесь полноценное такое. Ага-га. О! Ух-туф. Ну, не-не-не. Два с половиной метра человек сюда войдет. Вот так вот. Цена вопроса. Первое самое, искомное. 30 тысяч рублей. Диван. Пух. Интересно. Который трансформируется. Вот таким замечательным образом. Ну, к сожалению, моя кровать почила в бузе. Вот. Потому что... Внезапно нам показалось мало наших пяти автомобилей, 400 квадратных метров в жилой площади. Нам давай пять котов. И котят. Кстати, те котята, которые вы видели, это мои котята. Вот. Ну, естественно, кровать с мягкой обивкой. Такая модная в свое время. Она все. Так же мы же не можем по-другому. Вот. Выход. Кровать из массива. То есть, ни на когтями не поцарапать. Ничего. Теперь самое интересное. Тоже присмотрел кроватку. Как-то. Вот. Без матраса она была. Пошел матрасы смотреть. Чуть не сел. Когда за матрасы заставляют платить 30 тысяч рублей. Матрас должен стоить 7200. Вот и все. Вот, например, диван, кровать и коленка. Мы можем сказать еще и о том, что. Видите? Эклектика такая. Можно из различных материалов собрать исключительно ваш диван. Под цвет обоев. А не цвет обоев выбирать под диван. И, естественно, когда разговор идет о сумме эквивалентной сумме, ну, не самого навороченного сотого телефона, надо думать, что вы будете делать. Пользоваться вещью длительное время, либо в течение года вы просто выкинете свой сотовый телефон. Надо все-таки думать. И в завершении этого сюжета, скажем, ну да, мы немножко повернулись головой. Точнее, начали думать о том, как грамотно вам устраивать собственное жилье. Два переезда – это один пожар. Поэтому продавайте квартиру с мебелью, со всей техникой. Потому что в новую купить все можно. И это стоит недорого. Так поступает Америка, так поступает Германия, так поступает Турция. В общем, так поступает весь цивилизованный мир. А мы немножко отстаем. Но цена мебели по сравнению с ценной квартирой – это, ну, меньше одного, меньше пяти процентов. До Civil War. Здесь. Здесь. Продолжение следует...